Молодой программист Сагитав Сагитов на днях вернулся в Дагестан после стажировки в Кремниевой долине. Юноша выиграл поездку и стажировку на конкурсе стартапов Perry Innovation Challenge. Он проходил в мае этого года в Дербенте и оценивался лучшими бизнес-предпринимателями из-за рубежа. Как дагестанец осваивался и какие навыки получил, узнавала Ума Ибрагимова. Это будет выглядеть как нарезки из хакерских фильмов. Так Сагитав пытается заинтересовать младшего брата Саида некоторыми хитростями программистов. Ведь и сам юноша улегся этим занятием не так давно. Ровно два года назад Сагитав решил впервые создать свое приложение на детском хакатоне, после чего понял, что нашел свое призвание. Отличительная особенность программистов в том, что у них хобби тоже программирование. Потому что они на работе программируют, а потом свободное от работы время тоже программируют. Честно говоря, у меня точно так же. После первого удачного опыта Сагитав представил игру собственной разработки Serow. Особенность ее в том, что графика создается компьютером, а не художниками. Полная версия приложения Serow пока на стадии завершения. Ну а пока мы можем посмотреть пробный вариант. В левой части есть джойстик, который управляет ведром. При столкновении с каким-либо барьером он проигрывает. И начинаем игру заново. В Кремниевой долине Сагитав находился месяц. Стажировка удалась, говорит юноша, но оставаться и дальше за рубежом желания нет. Там хорошо работать, а на родине жить с улыбкой, рассказывает Сагитав. Это называется work and travel, то есть туда ездить раз в год или раз в полгода, работать там какое-то время, потом приезжать обратно. Ну не знаю, может быть это мне просто кажется, но мне как-то здесь более комфортно. Все время стажировки Сагитав находился в игровой студии, где и осваивал новые для себя навыки. Привыкнуть к коллегам было непросто, но если поначалу некоторые привычки программистов за рубежом казались ему странными, то со временем Сагитав к ним привык. В работе они используют только мессенджеры, то есть они практически в офисе между собой не общаются, то есть могут сидеть два человека рядом и между собой говорить в мессенджере. То есть это тоже было немножко странно для меня. Поддержали юношу как в семье, так и в бизнес-инкубаторе и переинновации. Раиса Дедуева руководит программами, которые направлены на поддержание стартапов. Рассказывает, что идеи и приложения Сагитава изначально вызвали широкий интерес. Организация готова поддержать любые интересные предложения. Командам на ранних стадиях трудно развиваться, потому что они не знакомы с методологией, они не знают, как дальше его продвигать, что должно быть следующим шагом. И тут мы являемся для них небольшим ориентиром, который показывает, какие есть возможности и в каком направлении можно двигаться. На двух созданных приложениях Сагитава останавливаться не планируют и уже готовятся к следующему хакатону. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.